МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ В 1964 году, 20 марта, родился мальчик Радий. И 59-летие, соответственно, свое, вчера, 20 марта, праздновал дорогой Радий Фаридович. Вот такое совпадение. Впрочем, начал Хабиров оперативное совещание с представления нового министра внутренних дел по Республике Башкортостан. Хабиров представлял генерал-майора МВД Александра Александровича Притко. Почему-то Радий Фаридович решительно отказал бравому генералу в должности министра. Хабиров без конца именовал его то начальником нашей милиции, то начальником нашего МВД, почему-то не используя термин министр. Владимир Владимирович представил нашего нового начальника полиции, нового начальника МВД Республики Башкортостан, генерал-майора полиции Александра Александровича Притко. Ну, немножко это уничижительно звучало. Впрочем, сам бравый генерал на оперативном совещании отсутствовал. До конца непонятно, почему вот так тот Радий Фаридович голумился над должностью высокопоставленного силовика, хотя, возможно, он и заигрывал с новым министром МВД. Поживем, увидим, насколько дорогому Радий Фаридовичу удастся сделать из очередного генерала, ручного и нашего начальника полиции. И дальше, скромно, но напряженно умалчивая о собственном дне рождения, Хабиров перешел к унижению уже непосредственных подчиненных и начал поздравлять с днем рождения Рустема Ахмедкаримовича Авзалова, того самого экс-мэра Сибая, а теперь вознесенного до министра туризма и поддержки предпринимательства. Впрочем, Хабиров не просто издевался над Авзаловым, а еще и открыл страшный секрет. А именно он объяснил вообще, по какой причине этот самый Авзалов, этот самый Ахмедкаримович, находится вообще на данный момент в правительстве. Дословно Хабиров сказал про него следующее. «Мы его сюда специально вытащили, чтобы русский язык подучил». Конец цитаты. «Рустему Ахмедкаримовичу не мешало бы подучить арифметику, географию и природовидение, но весь вопрос в том, а что же будет дальше, когда он подучит эти замечательные дисциплины начальной школы, какие планы дальше у Радия Фаритовича на этого безусловного гения Сибайской земли. Как бы не назначили Ахмедкаримовича каким-нибудь министром просвещения или еще выше». Собственно, Авзалов не уникальный вот этот вот ученик в правительстве. Что-то мне подсказывает, что и бывшего мэра Ишимбая, вот этого самого Азамата Абдрахманова, который раньше разговаривал только матом, вытащили в правительство именно тоже подучить русский язык. Вообще, как выясняется, правительство это у нас не правительство, а некий какой-то рабфак для недоучившихся и непонимающих элементарных дисциплин жителей отдаленных уголков региона. Продолжив аттракцион невиданной скромности, Хабиров заговорил о другом, но напряжение в зале, конечно, уже нарастало. Никак не подавая вида о том, что у него сегодня день рождения и что он жаждет поздравлений, Хабиров говорил, говорил и говорил, и первым не выдержал премьер-министр республики. Андрей Геннадьевич Назаров решительным жестом выхватил из-за спины гигантский букет в красной обертке и от лица всех присутствующих с жаром поздравил Радио Фаридовича с 59-летием, несколько разрядив обстановку. Хабиров кисло отметил, что в прошлом году, видишь ли, ему удалось встретить свой день рождения на земле обетованной, то есть на Донбассе, а теперь, как он выразился, вот теперь тут с вами. Как-то очень так было. Нездорово это прозвучало. Но, в общем, очевидно, что Хабиров недоволен местом празднования своего дня рождения. Подчиненные беспокоятся, пытаются умаслить, и, как потом рассказывали после оперативки, длинная вереница поздравляющих выстроилась к кабинету Радио Фаридовича, утешать его и успокаивать, что рано или поздно ему все-таки удастся еще разок-другой съездить на Донбасс. Несколько смягчившись и перестав дразнить Авзалова, Хабиров впустился в философские размышления. В частности, он напомнил, что 18 марта на минувшей неделе был день воссоединения Крыма с Россией. В связи с этим Хабиров заявил, что история всего человечества после 18 марта 2014 года пошла по нормальному пути. История человечества в некотором смысле после этого дня пойдет по нормальному пути. Ну, начинающий геостротек, впрочем, не указал, какие аспекты истории человечества кажутся ему ненормальными, и также не объяснил, как присоединение полуострова Крым может изменить миропорядок. Но, впрочем, подобное утверждение все-таки прозвучало. Далее Хабиров перешел к менее масштабным темам и в очередной раз вступился за хоккейный клуб «Салават Юлаев». Объяснил, что команда, по сути, состоит-то из детей, и ждать-то от них результатов не стоит. Ну, может быть, в будущем, может быть, после 1925 года. Очевидно, что Хабиров посчитал, что недостаточно защитил от народного гнева своего ближайшего соратника Рената Баширова, потому что, ну, очень многие предположили, что, в общем-то, вся проблема в менеджменте, в неумелом управлении, в неумелом распределении денег, а самые горячие головы и вовсе утверждали, что деньги клуба разворовываются. Я так не утверждаю, но предполагать могут только те, кто хорошо разбираются в хоккее, а я к таковым не отношусь. Очевидно, что двухнедельное отсутствие в прямом эфире сказалось на Хабирове, и его вступление к оперативному совещанию в этот раз было неимоверно длинным. Почти половину, в общем-то, оперативки заняло само вступление. Не смог Хабиров в этом вступлении обойти стороной и обрушение навершия минарета мечети Ар-Рахим, которое случилось 13 марта. Почему-то, называя минарет вышкой, Хабиров обрушился с критикой на тех, кто разглядел в этом событии какую-то мистическую подоплеку и что-то такое волшебное или зловещее. Вокруг этого начались определенные предрассудки, глупые, я хотел сказать, те, кто не знает канонов ислама и православия, должны ясно понимать, что суеверие, что это дурной знак и так далее, суеверие – это даже грех в исламе. Поэтому не надо придумывать какие-то вещи. Судя по всему, теперь Хабиров считает себя не только геостратегом, но еще и богословом, потому что он строго заповедал всем подданным, подчиненным и просто гражданам республики не поддаваться суевериям, ибо это грех. Дальше по вопросу ситуации с вышкой и минаретом, слово дали какому-то новому советнику по инвестиционной деятельности и инфраструктурным проектам. И советника этого звали Радиль Саетов. Немножко покопавшись в интернете, я с удивлением понял, что этот самый Радиль, в общем-то, никакой не советник по инвестициям и тем более по инфраструктурным проектам, а всего лишь навсего учредитель некой ассоциации вольной борьбы Республики Башкортостан. Ну вот такие вот, как говорится, советники у нашего главы. Этот короткострижный мужчина, впрочем, доложил, что новый купол уже заказан, что осмотр вышек осуществлен, ну он имел в виду минареты, и что вопросов, требующих личного участия главы РБ, не имеется. Вопросов, требующих личного вашего вмешательства, не имеется. Вот именно в этой фразе, собственно, и была собака зарыта. Именно для этого, видимо, и получил статус советника по инфраструктурным проектам этот самый учредитель ассоциации вольной борьбы. Надо было отделить историю с минаретом, и вообще историю с мечетью от самого Ради Хабирова. От себя Хабиров сказал, что самое главное, другое, самое главное, не подходите ко мне с вопросом строительства мечети до второй половины 2025 года. Денег нет. Более важной задачей, ну, видимо, чем строительство мечети, являются затраты, связанные с СВО. Но строительство мы завершим. Надо потерпеть немного. Обязательно его сделаем. Конец цитаты. Не подходите ко мне с этим вопросом в 2024 году, не подходите ко мне с этим вопросом в 2023 году, не подходите ко мне с этим вопросом в первой половине 2025 года. Денег нет. Мы должны ясно понимать, мы ясно понимаем, что у нас есть расходы на более, ну, не скажу, конечно, это важно, но на очень серьезные задачи, которые выполняют наши ребята в специальной военной операции. Ну, безусловно, что Хабиров в этой своей тираде и в этих своих заявлениях косплеил Дмитрия Анатольевича Медведева, изображая из себя вот эту знаменитую историю, что денег нет, но вы держитесь. Собственно, Хабиров окончательно дистанцировался от решения проблемы мечети Ар-Рахим, ну, видимо, проанализировав ситуацию и самого себя образца 2018 года, когда он клятвенно обещал достроить мечеть, а с тех пор прошло уже, ну, без малого, пять лет. Соответственно, конечно, он решил больше не рисковать и сказать, что до 2025 года вообще не подходите. А там, как говорится, либо ишак, либо падишах. Завершив свое вступление к оперативному совещанию, Хабиров очевидным образом выдохся, потому потребовал несколько сократить программу самого оперативного совещания, а Прочековский строго-настрого указал быть краткой и понятной. Елена Анатольевна, пожалуйста, кратко. Елена Анатольевна кратко объяснила, что интересы жителей республики Башкортостан упорно не меняются, и проблемы расположились в следующем порядке. На первом месте проблема дорог, дальше благоустройство, на третьем месте, как обычно, ЖКХ, на четвертом месте транспорт, потом медицина, социальное обслуживание, строительство, образование, мусор и на десятом месте мобилизация. Елена Анатольевна отдельно отметила, что дороги стали беспокоить значительно больше, а вот снег значительно меньше. Но в значительной степени уменьшилось количество обращений по снегу. На следующем слайде мы видим это все, а увеличивается количество обращений относительно ям и всего, что связано с качеством дорожного полотна. Дорогая Елена Анатольевна, открываем для вас страшный секрет республики Башкортостан. Например, примерно с мая по почти октябрь снег вообще перестает беспокоить жителей Башкортостана. И, увы, заслуги Хабирова или Мавлиева, или даже вашей лично, в этом точно никакой нет. Милая Елена Анатольевна, так уж сложились у нас климатические условия, что в это время у нас снега нет, и мы вам не будем морочить голову тем, чтобы вы его убрали у нас из дворов. Впрочем, господин Мавлиев действительно выполнил свое обещание. Мужик сказал, мужик сделал. Он сказал, что снег растает, и снег начал таять. Можно записывать, как говорится, ему в актив некую победу. Но ямы стали беспокоить бессовестных жителей республики Башкортостан. Неужели эти самые жители Башкирии не понимают, что финансирование, например, СВО, это важнее, чем комфорт и транспортная доступность для многих из них. Действительно, многие проявляют вот такую вот безответственность и такой, скажем так, преступный индивидуализм. Я полагаю, что Госсобранию Республики Башкортостан следовало бы сейчас рассмотреть какой-нибудь законопроектик на тему административной, а лучше финансово-уголовной ответственности для граждан, которые не понимают, что затраты на СВО важнее вообще всего, что происходит вокруг них, важнее их собственной жизни, их карманов, кошельков, здоровья и так далее. Ну, непонятливые граждане пока не разделяют такую точку Елены Анатольевны. Кстати говоря, в рамках сокращения состава и содержания оперативного совещания в этот раз секвестру были подвергнуты такие доклады и такие проблемы, как, например, доклад о ситуации в ЖКХ, доклад о ситуации на дорогах и доклад о чрезвычайных ситуациях. Собственно, темы эти были сочетаны несущественными, малозначительными, и Радий Фаритович отменил доклады профильных министров на эти темы. Действительно, что там про ЖКХ разговаривать вообще? У нас же все прекрасно, все замечательно. Кстати говоря, Радий Фаритович заступился за ЖКХшников и попросил не ругать их, потому что они все работают, работают и работают. Наших людей, может быть, иногда я бы даже просил, но ругайте нас тогда, не ругайте только ЖКХшников. Они и так уже работают, стараются. И спасибо большое за их труд. Несмотря на то, что Радий Фаритович устал и мучительно стремился завершить это совещание, чтобы перейти к празднованию своего 59-летия, он все-таки решил заслушать доклад о том, как же чудесно и результативно он провел время в турпоездке в Иран и на сцену была приглашена Маргарита Дмитриевна Болочева. Маргарита бодренько доложила Радию Фаритовичу о том, собственно, в чем он сам только что совсем недавно принял непосредственное участие. Что в Иране произошли встречи с министрами, замминистрами и даже губернатором-побратимом с иранской стороны. 75 башкирских предпринимателей были перемещены в Исламскую республику Иран и встретились с более чем четырьмя сотнями предпринимателями Ирана и даже сходу заключили сделок аж на 5 миллионов рублей. В скобках хочу задать вопрос. А в какую сумму обошлось вот это массовое перемещение предпринимателей и чиновников в солнечный Иран? Это вообще очень неблизкая дорога и очень недешевый перелет. Не в те же самые 5 миллионов долларов. В общем, пока финансовая сторона этого визита осталась непонятной, но зато Маргарита Дмитриевна рассказала нам, что же взаимно интересует Республику Башкортостан и Исламскую республику Иран в этих контактах. Собственно, иранцев в Башкирии интересуют смазочные материалы, газотурбинные двигатели, продукты питания и продовольствия, удобрения, а также широкая линейка оборудования для нефтегазовой промышленности, которая так или иначе производится в Республике Башкортостан. Прямо скажем, ассортимент товаров и услуг, которые интересуют иранцев, вполне соответствует стране, находящейся в изоляции и не делающей ничего толком. Что могут нам в ответ предложить иранцы, по крайней мере, со слов Маргариты Дмитриевны? А именно они могут нам предложить мебель, детские игрушки и, очень смешно, но сельскохозяйственные дроны. Со своей стороны также иранские предприятия выступили с предложением по организации поставок Республику Башкортостан беспилотных летательных аппаратов для проведения химической обработки посевных площадей. Стоимость, например, дронов съемкостью 30 литров составляет порядка 700 тысяч рублей за одну единицу, что существенно ниже аналогов. Не знаю, зачем Башкирии нужны сельскохозяйственные дроны. Ну, может быть, для того, чтобы облететь угодья и осмотреть гниющие 2 миллиона тонн зерна, которые так и остались под открытым небом, так и не были никуда пристроены, и теперь, значит, они пропадают буквально в поле. Может быть, для этого понадобятся иранские сельскохозяйственные дроны. Также общеизвестно, что эта штука, я имею в виду беспилотники иранского производства, это что-то очень уж примитивное и древнее. В некоторых местах их называют летающими мотороллерами. В общем, вот такую штуку нам в обмен на наше оборудование и продукты питания предлагают просвещенные иранцы. А еще перспективной отраслью сотрудничества с Исламской Республикой Иран неожиданно признано совместное производство мультфильмов. Ну, теперь уж точно, как говорится, не пропадем и заживем припеваючи, если начнем вместе с иранцами производить мультфильмы на всякие халяльные темы. Естественно, естественно, начнется башкирский иранский туризм. Хабиров, немедленно вклинившись в доклад Маргариты Дмитриевны, повелел уже к маю наладить авиасообщение между Уфой и Тегераном. Вообще, конечно, Хабиров великий авиационный менеджер. У нас уже, значит, открылись направления аж, по-моему, в два города Узбекистана. В Казахстан, если оно там не закрылось. В Минск. Ну, в общем, вот теперь уже и в Иран. Ну, и, конечно же, танцы. В июне в Уфу прибудет ответная делегация из Ирана, и мы будем много-много танцевать. А уже осенью и вовсе в Республике Башкортостан случатся дни Исламской Республики Иран. Ну, вот тут явно будет фестиваль. Пир горой, кумы с рекой и чак-чак горами будет, значит, выставлен на столы дорогим гостям. Впрочем, Хабиров был несколько раздражен, видимо, самим фактом сосуществования Маргариты Дмитриевны. И, выслушав Булычеву, Хабиров строго напомнил ей, что итогом ее работы станет не рост количества оборотов танцоров на фестивалях, а рост товара, оборота с Исламской Республикой Иран. Оценивать окончательную работу мы будем по итогам года. Когда мы будем видеть, что товароборот вырос, значит, мы хорошо работаем. Собственно, как и с остальными направлениями международного сотрудничества, Хабиров как-то немножко раздраженно повелел доложить ему в ближайшее время, как там сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном и прочими странами, кроме Белоруссии. Почему-то Белоруссию Хабиров вывел за скобки, заявив, что он прекрасно знает, как там идут дела, и докладывать ему об этом точно не нужно. Ну, в общем, очень странно. Впрочем, в конце своей раздраженной речи Хабиров немножко смягчился и сказал, что, в общем-то, докладывать об успехах товарооборота можно не прямо сейчас, а когда-нибудь потом. И что-то мне подсказывает, что можно это будет сделать в том самом пресловутом 2025 году. Подчиненные Хабирова прекрасно понимали, что в день рождения начальника нужно только радовать. Потому выпущенный на сцену следующим за Болочевой заместитель министра промышленности, инновации, энергетики и всеобщего счастья, Тимур Герасимов доложил Хабирову о неимоверных успехах в области сборки автобетоновозов усилиями дочернего предприятия КАМАЗа и о том, что Башкортостан претендует на лидерство в сфере матрасостроения, открыв некий завод Крона, на котором уже начали строить самые мягкие и комфортные матрасы во всем православном мире. Собственно, этот самый Герасимов очень отдельно останавливался, все время возвращался к теме того, что вот это современное матрасостроение возможно было только при участии дорогого Радио Фаритовича, что именно он своим неимоверным усилием воли продвинул эту идею, и теперь бизнес развернул крылья и строит эти матрасы, и скоро мы все будем на них спать. В общем, конечно, Елей удачно капнул в душу начальника, именинник буквально светился от таких приятных новостей, очень хвалил своего любимчика Шельдяева, министра этого всего вышеперечисленного счастья, энергетики и прочего инновационного. В общем, тут, как говорится, в точку попали. Хабирову очень нравится, когда его хвалят за то, что он делает в экономике. Тут, конечно, просматриваются некоторые моменты, такие подозрительные и странные, потому что Хабиров умеет покровительствовать исключительно отдельным предприятиям, не отраслям, не сферам, а исключительно какому-нибудь предприятию. Оно попадает ему на язык, и тот начинает требовать от своих подчиненных всеобщего благоволения этому предприятию, всяких льгот, помощи и так далее. В общем, нехорошие мысли сразу начинают закрадываться. Не знаю, как тут с матрасостроением, вдоль ли там Хабиров, или просто ему понравилась идея, но, в общем, вот это вот замечательное предприятие Крона начало строить матрасы для всех жителей республики. И вообще, конечно, нарастают подозрения в отношении дорогого Ради Фаридовича в том, что он все-таки крышует определенные мероприятия и предприятия. И вот следующий доклад, который случился вслед за докладом о матрасостроении, был доклад о реализации программы «Башкирские дворики». Естественно, делала его исполняющая обязанности министр ЖКХ Ирина Александровна Голованова, но предварил этот доклад Хабиров весьма характерной фразой, процитирую ее дословно. «Весна на дворе, и все мы ждем, когда выйдем на работы по благоустройству». Конец цитаты. «Весна на дворе, мы все ждем, когда, значит, организованно выйдем на работы». Я не знаю, как вы, уважаемые зрители и подписчики нашего канала, насколько вы с нетерпением ждете того момента, когда вы сможете выйти на работы по благоустройству, но вот Хабиров почему-то ждет. Ирина Александровна Голованова доложила ему, что 206 дворов и дворовых территорий в этом году будут благоустроены за счет бюджета. Бюджет на это выделяет 1 миллиард 200 миллионов рублей. Несложно посчитать, что в каждый двор, который облагодействует госпожа Голованова, будет вложено без малого 6 миллионов рублей. Ну, плюс еще 72 миллиона добровольно пожертвуют жители дворов, не знаю уж, как их в этом убедили. Контрактование всех этих работ должно завершиться к 1 апреля 2023 года, а вообще работы Голованова планирует завершить к 1 сентября 2023 года. То есть, по 6 миллионов бахнут в 206 дворов, и было бы очень здорово получить обратную связь. Ну, вот жители дворов увидят эти 6 миллионов у себя во дворе. Очень странно все это выглядит, но это еще не все. Еще 2,3 миллиарда Голованова планирует истратить на обустройство общественных территорий. 122 общественные территории будут обустроены, значит, в этом году. И в каждую общественную территорию вложат существенно больше, чем 6 миллионов рублей. В общем-то, 3,5 миллиарда, как ни странно, нашлись в бюджете республики. И вот это прачечное под названием МинЖКХ освоит эти 3,5 миллиарда по статье благоустройства. Обратите внимание, никакие затраты на СВО, потребности перепрофилировать, значит, расходы и прочее, прочее, здесь никак не упоминаются. То есть, вот эта священная корова под названием благоустройство продолжает перемалывать бюджетные деньги и превращать их в какие-то, видимо, другие полезные вещи. Но лично меня не покидает уверенность в том, что Хабиров непосредственно причастен и заинтересован во всей этой сфере благоустройства. Слишком уж прилежно он усвоил все эти воробьевские схематозы еще в то время, когда он работал в Красногорске. И из Красногорска было много историй и упоминаний о том, как они там тоже лихо осваивали бюджеты на том самом благоустройстве. Суть по всему, технология не поменялась, несмотря на то, что Хабиров у нас тут уже пятый год. А еще Голованова, кстати говоря, планирует освоить чуть меньшие деньги, всего лишь 744 миллиона рублей на ремонте 752 подъездов. Ну, то есть, примерно по миллиону рублей на каждый подъезд. И тоже было бы очень здорово и интересно узнать, услышать, а увидели ли жители вот этих замечательных подъездов тот самый миллион на стенах и на полах и на потолках своих подъездов. Честно говоря, как-то резко возросли вот эти вот цифры, распределенные на вот эти объекты, на те же дворы и дворики, на те же подъезды и общественные территории. То есть, в общей сложности, вот только на все вот это вот благодеяние, получается, Голованова получает 4 миллиарда рублей. Это даже больше, чем та сумма, которая, например, требуется для достраивания мечети Ар-Рахим. Но про мечеть не подходите до 2025 года, а про вот это благоустройство и озеленение двориков у Хабирова машина и маховик крутятся исправно. Еще раз повторюсь, лично я подозреваю дорогого Радио Фаритовича в личной причастности к этой всей истории. Ну, а как оно там на самом деле, ну, посмотрим, как говорится, либо вскрытие, либо следствие покажут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok